МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас. Я Сергей Моринец, представляю компанию «Бролеку сети» и самого себя. Я приехал из Одессы, чтобы рассказать вас в «Бролеку». Как вы думаете, сколько нужно времени минимум, чтобы человеку влюбиться? Мгновение. Мгновение? Ну, секунда. Одна секунда. Ну вот у меня есть 40 минут, чтобы влюбить вас в «Бролеку». Представляете, «Бролеку» будет взаимным. Итак, немножко о себе. Я работаю в IT 2000 года, сжал по-другому 9 лет назад. Начал с СЕ, потом пришел на Е-технологии. Давно уже работаю с фитингом. Бутил внимание на бедфлоу, как на технологию еще необычную, очень перспективную. Я являюсь регулярным спикером на Java Reservoir Group в Одессе. Кто в Одессе, тот меня наверняка знает, часто выступаю. И я Java-зработчик компании «Провернус». Ну, это официально, неформально. Я участник движения за представление языка Java статуса регионального в Украине. Когда в этом области будет 10% Java-промерлистов, то можно говорить о том, чтобы язык стала региональным. Ну, это по законодательству. Итак, мы поговорим сегодня о том, как развивалась система навигации Java, поговорим об основах Spring-in-Flow и рассмотрим различные аспекты ее применения. И в конце концепта ответим на вопросы. Если я подводу вопросы, чтобы у нас было время не поговорить о теории. Итак, мы все Java-заработчики, но, к сожалению, в основном мы занимаемся не разработкой, а доработкой. Когда же у нас возникает тот счастливый момент, когда мы можем сделать проект нуля, то у нас всегда возникает проблема. Какой формат использовать? Для middle layer, для persistent, есть уже опробованные библиотеки. Это Spring, EGB, Cybernet и так далее. Когда дело касается первой части, да, презентейшн, то возникает спрос. Почему? Потому что в рынке огромное количество фреймворков. И количество все больше и больше увеличивается. И у разработчика непростая проблема, потому что при неправильном выборе фреймворка проект может просто не дожить до успешного релиза. Современное геопрограммение стало на шаблоне MC. Так, это есть три компонента, модель, view и контроллер. Ну, модель, в принципе, все ясно. Это, скорее всего, Java, Bnet, view, тоже, в принципе, более-менее все понятно. Это, там, GSP, GSF, там, Tepestry и так далее. То есть, в принципе, там... Вот, а вот с контроллером возникает вопрос. Да, почему? Потому что в каждой из систем он реализован по-разному. Да, и разные возможности использования. Сейчас мы говорим о том, как же осуществляется навигация самых распространенных веб-приборков. Начнем с GSP. Ну, здесь довольно-таки просто. Вот, либо конструкция GSP forward, либо напрямую мы в скеплете делаем indirect, вот, либо indirect через... через форму. Вот. Кто использует GSP в своих проектах? Можете поднять друг. Да? Ну, большинство, я думаю, что там данный год вам знаком. С DGVC, да? Ну, здесь, я думаю, более подъемный... ...предъемный фреймворк. Здесь уже есть аннотации, которые определяют, как обрабатываются запросы, да? И как осуществляется навигация по... по приложению. Кто использует DGVC в своих проектах? Ну, где же сам в руки? В ДНГ-19. СТРАЦ. СТРАЦ – это интересный фреймворк. Он перешел, влече всего, 1.0, 2.0. В нем появляется уже конфигурация, да? То есть, вот, навигация перейдена в отдельную часть, да? Появляются мэппинги, вот, и в зависимости от вот, 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 значения форварда, да, форварда, навигация осуществляется в различные странички. Вот. То есть, может, есть СТРАЦ. Да, ну, добро пожаловать. Вот, и GSF тоже есть конфигурация, вот, есть глобальный файл процесс конфиг, вот, в котором предписаны правила по навигации, да? Вот, допустим, у нас есть кнопка, да, на форме, в которой есть атрибут экшен, да? Он равен пейдж 2. Вот, если мы, вот, в этой страничке пейдж 1 нажмем на кнопочку, то, согласно этому правилу, мы перейдем на страничку пейдж 2, да? Он использует GSF, а GSF 2, один человек, ну, отлично. Вот, видите, все как бы, в всех фейморках по-разному делается навигация. Однако у них есть, у них всех есть разные неостатки, да? Ну, самое главное, очень трудно визуализировать ваше флоу, мартфлоу. Почему? Потому что, когда огромное количество модулей, страниц, когда сложные переходы, то тяжело сказать, вот, допустим, я согласно этому правилу, перехожу вот сюда вот, или сюда, да? Трудно предвести свои правила, потому что правила обычно предъявляются бизнес-логикой. Логика обычно предъявлена в Java-коде, да? А навигация, там, в GSP или конфигурации. Вот, кроме того, сама навигация смешана с страницами, что тоже очень плохо. В GSF там навигация есть, но она быть отдельно в файле, и когда огромное приложение, конечно, файл просто не считаем, очень тяжело понять, как счастливается навигация. Вот, наверняка из-за этого и появился такой же френдборд, как Spring Webflow. Он довольно-таки уникальный. Как и для меня, он напоминает, такой, знаете, забытый бронепоезд, который стоит на запасном пути, довольно-таки мощный, созданный для больших соглашений, но мало им пользуется. Кто использует Spring Webflow в своих приложениях? Один человек, да? Держитесь. Вот. Итак, небольшая история. Появился он в 2006 году, разработан человеком по фамилии Бирбайт. Первый бронепоезд появился в 2006 году. Он не просто как бы френдборд сам по себе, он работает на основе ZBGBC, то есть как бы начиную абстракцию ZBGBC. Он впервые в вед индустрии Java предложил концепцию Flows. Вот. А также у него есть различные технологии, свойства, позволяющие увеличить количество скопов для ваших данных. Смотря на то, что давно он уже существует, 7 лет, ну вот текущий есть 2-3-2. Вот видите, она как бы, хотя это проект в рамках Spring Community, однако у него нумерация не такая, как у Spring. Там спрягаешь 3-2-2, а здесь 2-3-2. То есть он медленно развивается уже. И обычно, когда рассказывают вам о новом фреймворке, я говорю о человеке, который я придумал. Легко придумать новый фреймворк, тяжело его вывести на рынок и закрепить. Вот Эрвин Вервайт, это бельгиец, редкая страна на Java рынке. Вот. Он получил стипен магистра в компьютерных науках. Именно он придумал этот фреймворк. Вот. И сейчас он его поддерживает вместе с человеком, которого зовут Кейт Дональд. Вот. Кроме того, он уступает докладчикам на Java и Street конференциях. Вот. И он постепенно от программирования пришел к консультированию. Он является консультантом своей собственной компании. Итак, для чего же был придуман Spring.io Flow? Для того, чтобы можно было очень легко выделить часть и часть вашего приложения, которое занимается навигацией. Да. А также для того, чтобы можно было очень легко определить те данные, которые у вас связаны с теми или иными шагами в этой навигации. Вот, допустим, самый простой некоторый use case, который связан с некоторым заказом товара. Обычно такой use case – это некоторый wizard, да, несколько странищек. Сначала мы вводим некоторую персональную информацию, потом вводим данные по тому, куда мы доставляем товар, и потом в конце мы получаем некоторый, там, чек или инструкцию, когда же действовать. Если реализовывать с помощью, допустим, Spring.io PC – это можно, однако здесь возникают определенные проблемы, да. Ну, во-первых, очень тяжело определить правила, по которым осуществляется переход между статией и ней. Есть довольно-таки простая схема, однако в реальной схеме там очень сложный граф, вот такие правила очень тяжело определить. Кроме того, на каждой из стадий существуют определенные данные, да, нужно как-то и связать с статей. С помощью Spring.io это не очень просто, потому что скопы не поздряют делать, и DeepFlow, он решает вот все эти задачи. Вот диаграмма, как работает DeepFlow, он работает через испортический ответ, потому что он работает, он основан на Premium.io PC, а вот затем уже, тут уже идет выбор, если это запрос DeepFlow, мы переходим на такой бит FlowHeaderMaping, вот, а если это запрос DeepMVC, то через DeepMVC мы переходим на DeepMVC обработку. Вот, FlowHeaderAdapter, он определяет, какой из flows будет обрабатывать ваш запрос, потому что в вашем приложении может быть много flow, и, конечно же, так определяется, такое же view будет показано на экране. Итак, что же такое flow, как она была реализована и flow. Flow это некоторый XML-документ, в котором определено сам flow и все его атрибуты. Первое предложил такое понятие, как State, состояние. Состояние то, что мы показываем пользователям. Вот представьте себе, что вы путешествуете с пункта А в пункт Б. Так вот, это путешествие, это есть некоторый flow. Какое основание вот здесь, в городах, гостиницах, в отелях, каждая остановка, это некоторый State. А переезд между городом, допустим, отелем, это transition, переход. Переход по какому-то событию. Довольно-кипростовое объяснение, которое было реализовано в flow. Если представить образно flow, то он состоит из состояний, переходов и данных. Данные – это некоторый атрибут flow. Ну, например, допустим, у вас есть чемодан, вы им путешествуете в пункт А в пункт Б, и у вас чемодан с вами весь, все путешествие. Это данные, у которого сколб, весь flow. А если, допустим, переехали в какую-то закусочную и заказали там пирог и съели его, это тоже, как бы, некоторые данные, у него сколб – это его состояние. То есть у каждого состояния может быть еще свой сколб, что очень-очень полезно. Для flow было определено пять состояний. Action, view, subflow, decision и end. В принципе, они очень похожи на конструкции программирования Java. Так и были выбраны. Сейчас мы поговорим о том, как же они описываются. Action state – это некоторое выполнение бизнес-логики. Вы, допустим, перешли из состояния в состояние, нам нужно делать некоторую операцию. Вы ее реализуете, сдаете элемент action state, у каждого из state есть ID, уникальный, пределы flow, он позволит сделать второй. Есть обязательный элемент evaluate, где вы атрибут expression определяете то бизнес-правило, то бизнес-действие, которое будет происходить. Допустим, вас интересует, нужно ли дальше показать некоторые действия. Вот у вас есть функция Java, которая обращает Boolean, если у вас, допустим, есть некоторые вопросы, если есть еще вопросы, она обращает false, если нет, то больше это true. И два элемента transition. На значение yes она переходит к состоянию answer questions, а если больше нет, то больше, то состояние finish. Что-то интересного. Используется expression language очень широко, то есть вы можете использовать здесь все те же выражения операции, которые есть в expression language. Хотя функция вращает Boolean, но transition он не по true и false, а по yes и no. Такое интересное действие. ViewState. ViewState это просто некоторая страничка, которую вы показываете пользователю. gsp, gsf и так далее. Она обетвляется элементом, который называется ViewState. Вот уже есть id. В самом простом случае id это звание странички. То есть страничка будет answer questions gsp. или как-то по-другому. Если же у вас ничко нравится по-другому, вы просто пишете id такой-то и attribute view, где указываете название странички. Очень полезно, что можно уже при рендеринге делать некоторые действия. Вот у вас покупали состояние ханс и можете еще делать некоторые минусы операции. Делать некоторые минусы операции. десиджер стейт десиджер стейт очень похож на switch на if то есть такой разуровневый компонент который позволяет вам определить по некоторому условию куда вы дальше пойдете например у вас есть некоторое foo у которого есть много параметров id type и так далее для какой параметр передался вы должны перейти в состояние состояние для этого есть конструкция if то есть в if вы определяете некоторое условие если оно выполняется вы переходите в это состояние а если нет то finish таких if может очень много бесконечно то есть каждое условие определяет то куда вы переходите после выполнения subflow subflow очень похож на вызов функций под программой то есть вы можете из одного flow попасть в другой flow очень полезно потому что может быть очень специальный flow вы его инкарсулируете в одном месте а из всех остальных flow вы его просто вызываете кроме элемента id вы еще вызываете отремон subflow и название вашего флоу регистр кроме того вифло позволяет вам как видовать параметры что это subflow так и получать результаты то есть от вас есть элемент transition если вам subflow вернул юнош критер то вы переходите к стадии состояния finish и еще могут управлять некоторое бизнес действие end state похож на деструктор это последнее состояние которое есть flow то есть у вас некоторое набор спрояний когда вы даете последнее flow заканчивается если это subflow мы возвращаемся в наш arm flow если же это обычный flow то оно просто перезапускается перезапускается и еще есть два полезных элемента onstart и onend onstart очень похож на конструктор то есть как они по end flow сюда выполняется то что заключено между этими этими элементами то есть допустим у нас есть некоторая операция блокировки мы при onstart блокируем текущего пользователя а при завершении нашего flow мы делаем релиз блокировки как же у нас в самих страничках осуществлять переход между состоянием возьмем два примера gsf и mc gsf очень просто допустим есть некоторая форма есть две кнопки command button у кнопки есть атрибут action action это есть то значение которое будет использоваться при переходе то есть у нас action save вот один переход а action cancel другой вот допустим у нас есть элемент view view state и вот transition вот от этого цифра есть наш action который продается gsf with flow то есть какой он будет такой будет переход в другое состояние в mbc немножко сложнее вот потому что там используется специальная конструкция для того чтобы у вас происходил переход по некоторым условиям вам нужно название вот это такой вот интересный элемент подчеркивание event id подчеркивание и название transition то есть save или cancel да более более запутанно view flow очень интересно борется с проблемой которая называется после direct get да наверное всем знакома такая проблема когда вы открываете некоторую страничку вот потом нажимаете f5 да и вопрос говорит что нужно сделать снова запит данных обычно это плохо почему потому что ваше приложение может быть не готово потому что вам произойдет второй submit вот вот в reflow вводится очень интересным способом когда происходит submit да передается пост на сервер то reflow делает предирект он означает 302 предирект и новый некоторый url прозер переходит по этому url через get и уже рендерит данные таки можно если мы нажимаем f5 в браузере то снова поста не будет да будет снова get т.е. не будет никого поста и очень как бы являемся такой проблемой scope да в sprint есть 5 scope два из них общего значения сидел кто на патадайпе и три связанные с web request session и global session это довольно дворкий большой список однако часто бывает что их не хватает например бывает такой вот нужный scope когда request мало да а session много например у вас есть некоторая форма там страничка продукта да там есть некоторые данные если я уже с реквестом то после реквеста они уничтожатся а если с session то это будет работать ну допустим возникнет проблема очищения session после заканчивания странички и например если вы отходите три странички в браузере да то у вас получится в каждом из страниц знать та же информация здесь я знаю та же будет поэтому не всегда таких scope хватает и workflow придумал новые scope для ваших данных аналог реквестов мвс spreader request flash view flow и conversation которые помогают вам более четко определить как будут ассоциированы ваши данные с вашим scope request scope это такой же scope как мвс но пока есть request существуют данные когда request заканчивается данные уничтожаются аналог 1 в 1 flash scope flash scope это более интересно это специальный scope на случай этого post redirect getter то есть пока у нас пока у нас происходит этот post redirect get render существуют данные в этом scope как только render закончился все данные встречаются view scope view scope это очень интересный scope очень полезный при котором данные данные связаны с нашим view да кто только попал в view данные живут кто только из view выходим данные очищаются астетически то есть free flow контролирует это и когда есть некоторые перемены которые нужны только для этого view то для того чтобы мы не замусорить память мы их храним именно в этом scope очень-очень удобно то есть flow scope flow scope это scope данных которые живут все flow у нас есть некоторая регистрация очень много шагов вот от начала этой консайдной регистрации эти данные будут жить то есть как только flow заканчивается оно очищается вот если мы откроем две странички в одном броузе то эти данные будут разделяться то есть flow об этом гарантируется и самый такой общий общий scope conversation немножко противоречиво назвам он живет от начала самого-самого первого flow и до конца последнего то есть semi-channel это статичная переменная то есть она доступна во всех flow текущего flow и во всех sub-flow то есть если мы вызовем flow-sub-flow то эти данные будут доступны и там то есть такой самый-самый общий общий scope как же использовать нам этот scope как его объявлять да вот у нас есть некоторый flow definition и есть элемент var да у него есть некоторое имя и некоторый класс только только начинается framework создает переменную с таким именем такого класса и она доступна во всех стейтах во всех транзишенах да через спешим может быть доступна нам та страничка gsp или gsf да то есть как бы вот это вот то что называется view resolver да вот это вот это вот она будет жить все наше flow только оно закончится оно исчезнет view scope да более русский доступно только во view да то же самое в art name класс однако вот три уже view state вот и мы можем использовать их в конструкциях при рендеринге нашего view state или при некоторых некоторых выражениях вот пример да мы объявили некоторые items некоторые items в нашем view как-то его заполнили да и допустим в нашем страничке gsf страничка можно использовать итерировать и показывать содержимое данный данный пример flow tracking есть одна особенность в flow которая немножко мешает а именно вот допустим у нас есть некоторый сайт и есть flow называется main некоторый параметр id значением 1 если по этой ссылочке перейдем то видим что у нас изменилась url у нас будет flow тоже самое main появится некоторое execution и некоторое непонятное значение да на что это похоже как вы думаете проверяете что тут проверяете как он сформирован да это номер execution данного flow и номер state это первое будет id 1 2 3 и так далее то есть когда reflow парсит url он сразу определяет какой у нас execution и какой у нас state это очень удобно для flow но неудобно для юзера да потому что это мусор который мы не хотим показывать пользователям когда у нас какой-то enterprise приложение корпоративное это неважно показывается в чем проблема когда у нас какой-то публичный сайт система она немножко пугает кроме того есть одна проблема какая можно пройти сразу на эти страд так ее можно изменить но в принципе ничего страшного как бы если вы измените ее неправильно у вас просто увидится что у вас неправильный url то есть более глобальная проблема с такой ссылкой и диксация передайте что такое диксация диксация углом вашего сайта да да это очень неприятно но вот он сказал про переслать когда вы допустим лазите по интернету интересная ссылочка что вы делаете вы ее копируете отправляете другу друг открывает такую ссылку у него вдруг показывается какая-то непонятно что почему потому что от этого значения оно живет ваша сеть да если вы присылаете другу друг открывает что происходит для flow анализирует константу определяет что в текущей сеть нет такого execution он просто перезапускает flow с дефолтные дефолтные параметры если у вас допустим такая возможность не пересмотрена то у вас будет даже может какая-то ошибка на экране вот это очень неудобно и когда я начал разрабатывать как бы я сначала как-то терпел потом понял что нужно исправляться и сделал такую вещь одно из плюсов дефлоу что можно переопределять стандартные бины есть бины которые загружают флоу создают флоу придут вправление вот и вот у нас есть один из таких бинов в котором есть функция prepare url тут выступает request наш датный и наш url с execution вот что я сделал я просто анализирую есть ли в реквесте параметр id вот если есть то я его добавляю к request и у нас получается вот такая ссылочка превращается вот такую ссылку т.е. у нас есть и execution и есть id если мы эту ссылку скопируем откроем ее снова в нашем браузере то что получится бифлоу найдет что у нас есть такой execution с таким id это просто он уберет как мусор т.е. все нормально если же мы откроем ссылочку в такой компьютере бифлоу найдет что такого execution нету это он удалит а параметр оставит т.е. у нас опустится слово так как должно быть т.е. проблема решена ну всегда мы думаем что наше положение идеальное что никогда не бывает ошибок эксепшенов к сожалению ошибки бывают бывают эксепшены и в бифлоу есть очень интересный способ их обработки точнее два способа первый это более как приятный переход по эксепшену а второй более глобальный это глобальная обработка всех эксепшенов первый элемент осуществляется с помощью специального транзишена в котором вместо значения по которому мы переходим мы делаем атрибут onException который прописывает эксепшен который может произойти если происходит то мы переходим к состоянию ErrorHandler и ее как-то обрабатываем это в принципе интересный вариант однако у него есть проблема какая проблема в том что сколько пин который указывает некоторый пин может быть или какой-то пин который будет обрабатывать все эксепшены вот объявление этого пина у него id ExceptionHandlerPin некоторый класс и у него есть свойство которое определяет как он будет переходить в случае ошибки как же он работает опять же у него есть некоторая некоторая хендер в которой переведется наш exception которая произошла а также некоторые контексты что делать мы находим сначала exception и стек трейсов потому что там идет постоянная обработка стек трейсов выходит exception и переход допустим у нас exception что неправильный URL мы переходим страничку и пишем что URL правильный пожалуйста пишите администратору если ошибка например какая-то глобальная неправильная в области данных или бизнес-логики то мы переходим в страничку и написано внутренняя ошибка и какие-то действия поэтому можем слать либо записывать слог эту ошибку либо сообщение администратору о том что ошибка произошла чтобы он это дело обработал если у нас ошибка обрабатывается то мы делаем тоже директ через наш контекст на наш URL с некоторым типом для того чтобы допустим страничка глобальная и если какой-то тип мы показываем сообщение после этого мы заканчиваем сэшн и переходим на RAW URL это все как и базовые техники если вы программируете на рефлоу то скорее всего все это используете состояние переходы данные и так далее однако рефлоу позволяет вам более подвинутые техники одна из них это исследование flows когда у вас очень много флоу то вы можете выделять базовые флоу и исследование флоу как это сделать очень просто вы для флоу указываете атрибут абстракт что это абстрактный флоу а для дощельник вы указываете атрибут парент и название парент флоу однако рефлоу резон очень интересное исследование да когда у нас исследуем java-классы да то исследуемый класс он имеет доступ ко всем полям и ко всем операциям базового класса если конечно неправильно здесь же происходит интересная вещь вот у нас есть некоторое абстрактное флоу базовое и некоторые view state да сам view state и с переходом по некоторым событиям сюда да и есть такой же view state вот с другим уже переходом по другому условию да как вы думаете как он будет выглядеть результативающим флоу да после того как будет исследование сделано да то есть происходит merge да он просто берет и мержит то что есть в идентичных стейтах и у нас будет здесь transition по y и transition по x да то есть вот вот скажу честно в моем предложении очень много флоу там их около 15 однако ну я бы хотел сделать исследование но не получилось там нет такого общего состояния что можно было их всех использовать шорткат да но вы используете expression language в этих компенсационных файлах и у вас есть вот такие вот неявные переменные которые вы можете использовать при описании динаслойки request parameters это все параметры из request current event текущий event который обрабатывается current user если у вас есть идентификация это id или name текущего юзера и контекст к message bundle к resource bundle и к flow да то есть логика из контекста позволяет вам обратиться ко всему да найти текущий flow найти текущий execution там и так далее вот и посмотрим на одну задачу которую я еще словно что идет в flow называется Brad Kranks да я думаю что у всех была такая задача что это такое у вас есть некоторый а элементы на вашей страничке где показывается ваш текущий путь да допустим у вас есть страница администрации администрирование в нем есть переход на на страницу пользователей там на страницу пользователя потом на страницу полномочий да и в таком сложном переходе Хорошо, когда у вас вверху пишется вся эта навигация, что вы могли в любой момент к любому из линков обратиться. И такая задача была у меня в приложении. Когда я только начал разрабатывать, я решил сделать методом брутфорса, то есть просто сделать один файл, и в нем все ссылки, которые я включал, я бы выключал по условию. Когда было небольшое приложение, это было очень просто. Там было всего пять или шесть ссылок. Когда было много флоу, много состояний, много переходов, это получился nightmare. То есть абсолютно невозможно было понять, как оно работает. Я вспомнил, что я флоу-разработчик, и я решил сделать вот так вот. То есть в каждом из состояний я добавил некоторый код, который создавал навигацию, а страничка просто ее показывал. Это более продвинута, потому что у нас эта навигация создается в каждом стейте, однако получилось, что для сложных флоус огромное количество кода занимало это восстановление навигации. Особенно, даже больше, чем сама бизнес-логика. Поэтому я решил сделать другой вариант. Я создал третий файл, XML, в котором для каждого флоу создал файл. В нем был элемент навигейшн корневой, а также для каждого стейта был некоторый элемент, в котором указывалось его URL. То есть, допустим, для стояния search, был слив линк, с URL-серч и с некоторым параметром. Для, например, стояния в истории ссылку на story с некоторым параметром. Кроме того, добавил я наследование, для того, чтобы, допустим, в истории он следует search, поэтому мы там показываем в истории, показываем в search, а потом в истории. И когда у меня изображается страничка, что я делаю? Я получаю из этого контекста текущее состояние его ID, search и в истории, текущий флоу, допустим, это был флоу, тоже story. И потом из этого файла я загружаю этот URL и показываю его на экране. То есть, получилось, во-первых, flexible, потому что навигация в одном месте, оборот в другом месте, и более компактно, потому что вся навигация находится в одном файле, а доступ к ней вот через средства в флоу. В флоу – это очень большой фреймворк. У него есть три основные компоненты. Это сам в флоу, Spring Faces и Spring JavaScript. Мы сегодня говорили только в флоу, об этих двух компонентах мы не говорили, потому что они очень общие. Что они позволяют делать? Они позволяют нам делать, например, валидацию. Также валидацию, там очень много JavaScript валидации. Если вам интересно, то вы можете тоже это изучить после конференции. Одно из плюсов в флоу – это очень тесная интеграция со всеми системами по отображению данных. Практически, в последней версии в флоу, там было не скорее удовлетворение функциональности, а именно интеграция с последней фреймворк. То есть интеграция с PrecMVC, Security, MyFaces, JSF, сначала 1, потом 1, 2, потом 2, с портлетами, с RichFaces, с Trads, второй версии, Tiles. То есть если у вас есть некоторый ваш фреймворк существующий, то вы можете очень легко интегрировать ваши приложения в сфлоу. На сайте Spring Source есть подробные инструкции, есть даже приложения, которые можете скачать, и посмотрите, как это работает. Ну, каким бы ни было прекрасное настоящее, всегда мы думаем о будущем. Вот некоторые из тасков, которые предполагаются сделать в версии 3.0, которые возможны в этой версии. Но опять же, в флоу очень, скажем так, медленно развивается, но очень стабильный rework, когда он будет пока еще неизвестен. Итак, что же нам готовить день предыдущий? Вот интересная функциональность с Spend Resume, да? Когда мы запускаем флоу, мы обычно его распускаем с первого состояния, которое описано. Однако было бы интересно сделать так, как мы дошли код состояния, сделали далее Suspend, а потом сделать резюм с того же состояния, только уже в другой момент. Пока этого нету, но план есть. Backtracking. Ну, знамальная кнопочка Back, которая никак не будет обработать с помощью средств программирования. Есть специальные возможности по обработке этой кнопки Get Flow, однако они очень сложные, там нужно долго это делать. И вот предлагается сделать эффективный субпорт, да, от неких элементов конфигурационных, обработать такое вот нажатие Back. Деплоймент, флоу, флос, как OGI-бундлс, добавление активного субпорта Тайлс и Фримаркер, то есть субпорты есть и Тайлс, и Фримаркер, сделать его более тесным. Юрел-райдинг, да, чтобы избавиться тех вот экзекьюшн, которые нам мешают. А также очень интересная задача. Часто описываются флоу как СМЛ, да. Интересная задача описывать их как Java-аннотации. Почему? Потому что мы все идем по пути уменьшения кода, по его компактности. Вот, и есть такая задача, чтобы флоу был описан как Java-класс, а переходы как аннотации на методы. Кроме того, вот я был субпортом на конференции Java-тач-токс в Одессе, там было, рассказывалось о Spring 4, в том числе о том, что, скорее всего, Spring 4 будут файлы не только конфиграционных XML, а еще и Groovy файлы, Groovy 2. Почему? Потому что Groovy 2 набирает обороты, в нем очень легко писать. Вот тот, кто перешел с Марвина на Грету, чтобы он это понял. И, как бы, я думаю, что, если Spring 4 будет раздеваться, то, скорее всего, конфигурация будет не на XML, а на Groovy, потому что это более удобно, и мы все-таки программисты, а не конфигураторы. Нам легче код читать, чем писать, как он конфигурирован. И, кроме того, скажем так, все равно, пока вы не запустите приложение, вы не узнаете, работает ли мы или нет. Итак, поговорим о плюсах и минусах Reflow. Самый большой плюс в том, что мы абстрактируем всю навигацию в одном месте. Удобно, просто. Кроме того, очень удобно то, что Reflow, они не копирируются. Вы можете изменить какой-то элемент, и при новом запуске Flow вам попадется изменение, и будет запущено. То есть даже нужно запускать серию, первая серия. Поддержка EF, expression language, поддержка валигации, вот то, что я сказал, Spring, JavaScript, а также интеграция с основными верхние ворками. Какие же минусы? Но основной минус в том, что вы не можете использовать его сами по себе. Он собой тащит Spring, а он сам по себе немаленький. Кроме того, он разрабатывается не как отдельный продукт Spring, как Spring Data, Spring Patch, Social и так далее. А это отдельный проект, который уже прошел свой технологический пик. То есть фактически сейчас он просто дорабатывается, там баг-фиксы, интеграция и так далее. Поэтому новые фичи, как бы там, скорее всего, будет очень поздно. Но зато плюс то, что он очень стабильный. Там он уже 7 лет, все баги, которые можно все подтвиксили. Если вам нужен какой-то стабильный фреймворк, то вы можете его использовать. Так как он стоит на более высоком уровне, чемпионика ВСИ, соответственно, он больше дает ресурсов, цепл-юсидж, поэтому использовать его для социальных сетей, конечно, очень хорошо, потому что он будет не очень быстро. Еще одна проблема в том, что не очень много форумов по нему. Если у вас есть некоторая проблема, и вы не нашли решение документации, на каких-то стекаре флоу, то, скорее всего, вы идете на форум SpringSource.org, где пишете вопрос «У меня такая-то проблема, что мне делать?» Вот. Проходит месяц, вы заходите на этот форум, пишете «Я еще вот так». То есть, дождаться помощи иногда возможно, иногда нет, потому что, скажем так, он не очень популярен в форум. Ну и самое явное минус в том, что если у вас простое предложение, если у вас нет флоу, когда пауз-словничек есть на другом, его использовать не смыслом. Он как бы для больших, серьезных положений. Spring выпустил так называемый Spring Tool Synth, который позволяет вам ваш флоу визуализировать. То есть, не только как XML файл, а в виде графа, редактора, где можно легко добавлять состояние перехода и так далее. Здесь как бы GRIPS-based система. GRIPS с поддержкой Webflow очень удобный, потому что вы увидите граф и ваши флоу, и все переходы по условиям. Если же вам не хватило форумов, мануалов и так далее, есть три хорошие книги, которые я всем советую. опресс, пакт и менинг. Первая это специально здесь описано и MSc, и Webflow. Вторая книга посвящена непосредственно Webflow, вот именно второго Webflow, потому что первая отличается кардинально совершенно. И третья книжка тоже по Spring, вот, но здесь если флоу не так не так хорошо освещен, то есть только Spring и String Security. Вот. Какие будут вопросы? Спасибо за вопрос. Есть возможность, то есть есть вот эти вот бины, да, там флоу секьютор, флоу регистри, флоу билл сервис, они все создают, флоу загружают, вы можете его переопределить, там есть специальный элемент по-хендал, и каждый раз, когда вы переходите по состояниям, вы запоминаете состояние, какой-нибудь там список, да, и в вашем компоненте вы просто показываете эту цепочку. Так, она будет универсальной. Да, универсальной, конечно, но при этом вы именно показываете то, что прошел пользователь, да, а еще нужно показывать какую-то конкретную структуру, так не получится, потому что нужно заранее ее знать. Да. Да. Но возможно, если вы подпишете в этом view-стрейте все транзишены, да, по такому транзишену, и такой страничке, но по такому-то на такую. Или вы приметите, что на лету их формировать? На лету, ну, в принципе, возможно, да, нужно делать некоторый decision-street, да, в котором прописывать условия, которые демнически выполняются, и по результату переходить на какое-то состояние. если предъявить следующие параметры. Я думаю, что да, да, возможно. Ну, можете подойти, потом поговорим. Да. Как можно тестовать аппликейшен на поисканную веб-фолл? Ну, есть средства для тестирования автоматического, но, к сожалению, я их и не использовал. Вот.